Глава государства Касымжу Мартукаев с рабочим визитом посетила Акмолинскую область. Причем пунктом назначения президента стал не крупный город или объект стратегического значения, а небольшой аул Жахсе, где живут порядка 5000 человек. Впрочем, это не мешает местным предприятиям производить продукцию, которая вышла далеко за пределы области и даже на рынке СНГ и дальнего зарубежья. Касымжу Мартукаев ознакомился с ходом уборочной компании агрофирмы Айбат, где объем посевных площадей 17 тысяч гектаров. Это и пшеница, и ячмень. Здесь работают 95 человек. Глава государства лично пообщался с аграриями. Какие проблемы есть? Нет. Ну, не может быть так. Для меня тоже очень важно посещение данного объекта, этого поля, увидеть вас, поскольку ваш труд имеет очень большое значение для нашего государства и народа. есть разные, конечно, факторы, и положительные, и отрицательные. Есть и фактор доступа на внешние рынки. Недавно мы были в Китае, вели переговоры о том, чтобы наше зерно как можно в большем количестве попадало на китайский рынок и так далее. Желаю вам успехов. К слову, в своем послании народу Казахстана Касымжу Мартукаев ставил задачу о повышении эффективности использования земель. А в ЖАКС этот вопрос уже решен. Каждый квадратный метр посевных площадей оцифрован. На каждом тракторе у нас стоит датчик. Он в каждом онлайн-режиме отбивается на компьютере. В первую очередь местонахождение, где и на каких полях он работает. Во-вторых, он объемы замеряем. В-третьих, у него есть расход ГСМ, сколько он тратит за час работы. Также сегодня президент Укаев посетил спортивную школу Жаксинского района, где были воспитаны чемпионы мира и Олимпиады. Сегодня здесь тренируются 197 детей со всей республики. В ходе рабочей поездки глава государства ознакомилась с работой самого крупного в стране комплекса, куда входят 4 элеватора, 3 мельницы, комбикормовые и производственные заводы.